А если бы была возможность у вас выбирать образ для реализации в проекте «Один в один», кого бы вы хотели сделать? Я бы хотела сделать Аллу Пугачёву, Людмилу Зыкину. Хотелось бы. Почему? Почему Пугачёву, почему Зыкину? Ну, потому что, мне кажется, гораздо легче и проще показать какие-то комичные номера, нежели... То есть Пугачёва, я ещё понимаю, что это комичный номер, но Зыкин это... Нет, нет, я не имею в виду этих артистов. Наоборот, у меня восприятие их, если брать русских артисток-актрис, потому что не бывает ни одного пустого сказанного слова. Если ты что-то... Можешь перенять какие-то там манеры, движения, там, повороты головы ногами, походку, всё что угодно, даже тембр голоса где-то там подделать, то внутренняя суть, она... Она что? Она должна быть наполнена практически, ну, приближённо, по крайней мере, к тому, что дают эти артисты. Вера, а ты знаешь, да, эту передачу «Один в один» ты видела? Конечно. Конечно. Ну, и если бы тебе вот надо было выбрать такой вот образ, ты бы кого бы хотел спеть? Кого бы ты показала? Ну, кто тебе нравится больше всего? Ну, кроме мамы, само собой, разумеется. В основном мне нравится Марай Керри. Последовательный ребёнок вот на своём стоит. А ты была когда-нибудь на концерте Марай Керри? Нет. Нет? А почему так, почему так сложилось, что у нас ребёнок не был на любимой? На концерте Марай Керри. Вам сам ощущение, что у меня не было. Я тоже, кстати, не была на концерте Марай Керри. Хорошо. Тогда когда вы последний раз вообще были на большом концерте? Я была летом на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе, в Степлс, в большом зале, и в Лас-Вегасе на Селин Дионе. На Селин Дионе я плакала, на Бейонсе я, конечно, не ревела, не плакала, но настолько, например, Селин Дион, когда она пела песни, которые были там моего детства ещё, я училась на них, потому что вот пласт этих артисток, таких как, ну, считай, легендарные певицы нашей планеты, это Хьюстон, это Керри, это Селин Дион, я не буду брать там старую школу, да, ту же Эллу, это такие базы-основы. Это разные жанры здесь делают, а потом даже мне кажется, что... Это поп, в принципе, это настоящая поп-музыка, очень качественная и голосовая, и мне это очень близко. Я считаю, что многие девочки, певицы, там, положу, моего возраста, они все практически воспитывались на, вот, на Видни Хьюстон, на Морайе Керри и на Селин Дионе. Мне кажется, что всё-таки нет. Почему? Ну, мне кажется, во всяком случае, когда слушаешь певиц вот этой волны вашей, ну, не знаю, вот, я не вижу ничего там из перечисленного. Не видеть общую? Мне кажется, что нет. Ну, с другой стороны, я ведь не профессионал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.